Герой нашего следующего сюжета – военнослужащий, участник афганской войны. Отслужив, как сейчас принято говорить, в горячей точке, он вернулся на родину и продолжил службу уже в рядах МВД. Хадижа Курбанова, продолжение темы. Он был тогда еще совсем молодым. Отличник в учебе, только поступивший в ВУЗ, уже строил свои планы на будущее. Но не всегда случается так, как мы того хотим. Его призвали в ряды вооруженных сил СССР на афганскую войну, сразу после первого курса. Не отдать долг отчизне тогда еще юноша не мог. Признается, было страшно, но несложно. Спасала хорошая подготовка. Наверное, было намного тяжелее в этой учебной части, в этих тренировках. Бессонные ночи, марш-проски, нагрузки. А на войне, на войне, это, конечно, стрелять живого человека, это непросто. Единственное, одно спасало, если ты в него сам не выстрелишь, но он может тебя выстрелить. Страшно было, да, было. Прямо скажу. Человек, который не боится, это только, может быть, умственно отстал или умолещенный. Уезжал еще юноша, а вернулся совсем другим человеком. В провинции Кантагар в тылу противника он находился год и семь месяцев. Было много потерь. Ужасы войны ему довелось увидеть совсем молодым. Но мужчина ни о чем не жалеет. Это большой жизненный опыт, признается Магомед. Приходилось, конечно, нет-нет, когда остаешься один или с друзьями, обсуждали о родных, о близких. Вернемся, 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 давай вернемся, еще как вернемся. А может там, нет. Ну, были всякие мысли, но больше мысли было, что мы живыми, здоровыми вернемся, что это наша служба, два года это не так много. И тем более одно стимулировало, что ты служишь в спецназе, ты воин, ты здоровый, ты должен показать пример другим. Спустя какое-то время его наградили. Еще позже пригласили работать в МВД. Сейчас он перебирает армейские фотографии с улыбкой и грустью. Признается, что чаще вспоминает хорошее. Так легче дальше жить и работать. Хадижа Курбанова, Деут Гасанов, телеканал ННТ. Махачкала.